МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Факт членства Шишкиной в Единой России всплыл случайно, за месяц до выборов. Ко всеобщему удивлению оказалось, что в распоряжении Единой России есть даже ее заявление о вступлении в партию. Экспертиза установила подлинность подписи. Снимать ход слушаний в суде нам не разрешили, поэтому кратко перескажем основные их аргументы. Они сводились к тому, что Шишкину за глаза и без ее ведома, но с ее подписью приняли в действующую партию власти. А в душе она все это время была коммунисткой. Апогеем заседания стал прямой вопрос, заданный Шишкиной. Вы писали заявление о вступлении в Единой России? Может быть, писала, говорит, но не полностью. А может быть, и полностью. Но уж точно не относила в отделение. Разбираться в том, кто и кому в действительности хранил верность, суд не стал. Остановился на том непреложном факте, что заявление есть, на нем подлинная подпись, есть и подлинные партийные списки, а значит, нарушение налицо. Отменить регистрацию кандидата Шишкина и Людмилы Петровны. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области 6-го созыва замыслом в одном атаке избирательного опыта в номер 10. Решение может быть обжаловано судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации через Ульяновский областной суд. В течение пяти дней саня принятия судом решения. КПРФ уже собираются обжаловать приговор. Их можно понять. Они теряют кандидата на одном из ключевых округов. Вот только кто в этом виноват? СУ, ЦИК? Или те, кто поленился проверить биографию своего кандидата и убедиться, что из всех прочих партий он действительно вышел? Данный кандидат являлся членом одной политической партии, выдвигался от другой. Ну, защита выбрала тактику, сначала заняла такую позицию, что Шишкина Людмила Петровна никогда не вступала ни в какие политические партии. Когда судебная экспертиза доказала обратное, заняли другую позицию, стали предоставлять документы о том, что она является членом различных политических партий. И это являлось основанием для неудовлетворения этих требований. Ну, на самом деле, мы требования избирательной комиссии поддержали, решением суда довольны. Кстати, обвинять сам ЦИК в безалаберности не стоит. Они не знали и не могли знать об этой ситуации, что тоже подтвердил суд. Так что вся эта мелодраматическая комедия целиком и полностью на совести стороны, выдвинувшей Шишкину на выборы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова